Всем привет, уважаемые друзья! Сегодня мы поговорим о развитии верхнего диапазона при игре на Валторне. Это я вам сыграл упражнения, которые помогают при занятиях для того, чтобы увеличивать диапазон. А именно, если у вас проблема начинается от нотки соль, как правило, второй октавы, ну, я хочу сказать, что мои советы сегодняшние касаются больше начинающих музыкантов. Те, кто уже играет давно, те и так знают, что им нужно делать, у них и так все хорошо и все прекрасно. А начинающие музыканты, музыкальная школа, первые курсы, училища, сталкиваются с проблемой, что выше нотки соль, вверху начинается сложность. Да, кстати, я забыл сказать, что я играю сегодня с сурдины, потому что дома в выходной день, чтобы никого не глушить. Соседи я имею в виду. Вот. И получается, что, в общем-то, сталкиваются музыканты молодые с такой проблемой, что трудно играть вверху. Просмотрим сначала физиологию. Почему вверху, может быть, играть затрудненно? Первое, это что? У каждого музыканта свои данные, свои способности. Кому-то от природы дано сразу играть в верхнем диапазоне легко и свободно, а кому-то для этого нужно заниматься. Потом, может быть, муштук, может быть, у кого-то маленькое отверстие, может быть, большое отверстие, может быть, чашка не подходит. Кто-то дыхание не держит дыханием, совершенно не владеет опорой никакой, пытается сыграть все на одних губах и одними пальцами. Разные факторы. Поэтому такое упражнение, как я показал, допустим, у вас самая рабочая нота, которая 100% всегда берется, это нота Фа второй октавы, например. Значит, вы, исходя из этого, берете, играете гаммочку Фа-мажор в быстром темпе, в быстром темпе играете для того, чтобы губы не успевали перетрудиться при выходе в верхний диапазон. То есть, если играть половинными, то вы просто наиграете губы, один раз сыграете, и все, и до свидания. Поэтому играем быстро, ну, кто-то восьмыми, кому как удобно получится. Да, ну, возьмем Фа-мажор, например. Естественно, вниз опускаться в последнюю октаву Фа-мажоре не каждому ученику удастся. Но все равно вы должны понять сам принцип. Выход наверх, наверх идет и щель сужается. Дыхание подбирается. Низ опускает, расслабляется, и губы расслабляются. И так повторить 10 раз, сыграть вот такое упражнение. Потом днем еще раз 10 раз сыграть. Вечером еще 10 раз сыграть. Пока на 100% не будет эта нота верхняя, 100% не будет браться легко. После этого, когда прошел месяц, допустим, может быть и два. После этого вы берете гамму следующую, начинаете играть. Я сразу бы перешел, допустим, гамме соль-мажор. Фа-диэс-мажор довольно будет, ну, для пальцев будет запутано для начинающего музыканта. А соль-мажор удобно, хорошая гамма. И точно так же играете соль-мажор. Даже если где-то не получилось, вверху не зацепилась нота. Это не страшно, еще раз повторите. Но надо добиваться, именно стремиться к верхней ноте. Делать какое-то небольшое крещендо. Стараться именно не перетруждать губы, не давить очень сильно на губы. Для того, чтобы аппарат не переигрывался. Вот таким макаром. Еще можно, когда поиграете эту гамму, соль-мажор, можно сыграть трезвучие и с опорой на верхнюю соль. Ну, для того, чтобы именно утрированно взять верхнюю ноту. И таким вот макаром вы должны играть до тех пор. В смысле, по длительности. Месяц, два, три, может быть. Кому-то и полгода мало будет. Кому-то и недели хватит. Пока не будет нота соль браться на все 100%. После этого переходите точно так же к ля-бемоль-мажору. После ля-бемоль-мажора, когда разработаете, ля-бемоль будет браться легко и свободно. Переходите к ля-мажорчику. Причем, играя ля-мажор, удобнее всего, допустим, вверху брать нотку ля третьим пальчиком. Обычно берем всегда первым-вторым, но когда играете гамма-ля-мажор, то последняя нотка ля-фа в втором октаве лучше брать третьим пальцем, потому что она будет рядышком находиться совершенно соль диезом. И она легче будет цепляться. То есть для развития вашего диапазона именно такой вариант будет наиболее подходящий. И вот потом до си-бемоль уже доходите, потом си-бекар и до, и у вас прекрасный диапазон, который будет у вас всегда в работе. Ну, вот что я хотел сказать по этому поводу. В общем-то, ну, занимайтесь, стремитесь к каким-то достижениям, что ли. И если заниматься, то я думаю, что все получится. Кто-то уже от природы кому-то дано, ему и не надо совершенно не упражнение, он берет инструмент и играет все подряд вверху и не задумывается. А кому-то для того, чтобы было вверху удобно, нужно именно держать губы формы. Ну, такой вот момент. Все должно идти естественно. Спасибо за внимание. Буду рад, если кому-то мой совет хоть немного поможет. До свидания.